Продолжение следует... 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 и телесно, поскольку это зависело от осуждения законом. Как же после этого я буду еще держаться того, который умертвил меня? Чтобы кто-нибудь не сказал, как же ты живешь, когда умер? Он говорит, что хотя закон умертвил меня живого, но Христос, обретший меня мертвым, оживил меня, мысленно сорастявшегося ему и умершего с ним через крещение. Сугубое чудо, оживотворил мертвого и оживотворил через смерть. Галатам 2.20 И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу веру в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Толкование. Словами, я сорастался Христу, указал на крещение, а словами уже не я живу, на жизнь после сего, через которую умирает наше тело. Но живет во мне Христос. То есть у нас ничего нет, что не угодно Христу. И Он все совершает нас, управляя и господствуя. И наша воля умерла, оживет его и управляет нашей жизнью. Итак, если я живу для Бога жизнью, отличной от жизни в законе, и умер для закона, то я не могу ничего соблюдать из закона. То, что я сказал, сказал о духовной жизни. Но и чувственную жизнь ты найдешь во мне, сущую от Христа. Ибо и закон, нарушаемый всех, подверг греху и наказанию. И ничто не препятствовало, как времена потопа всем погибнуть, как преступникам. Но явившийся Христос избавил нас от осуждения, оправдав Своей смертью. Так что это самое, жизнь чувственную, плотскую, мы имеем через веру во Христа, веру, оправдывающую нас и избавляющую от осуждения. Хотя Он за всех предал Себе и всех возлюбил, но Павел размыслив, отчего освободил нас Христос и что-то рвал, и, разгоревшись любовью, общее приписывает Себе, как и пророки говорят, Боже, Боже мой. А вместе с тем и показывает, что каждому должно оказывать Христу такую благодарность, как если бы Он умер ради Него одного. Но воспользовались этими благодеяниями только те, которые уверовали в Него. Так что держащийся закона показывает, что Христос умер не для Него. Как же ты не страшишься сего, но опять возвращаешься закону, являя бесполезной для тебя смерть Господа. И заметь выражение предавшего себя. Аминь. Аминь. Спасибо Христос. Что с Третьяковыми? Кто знает? Командир Владимирович Игорь. Игорь командировка. Поэтому все не смогли. А за Агафью Малерис болеет? Да. А Акерина как? Акерина как? Ну Акерине стало получше. И на занятия ходит. И на занятия ходит. В наших мирских делах. Среди прочего, я хочу просить о Вас. У Вас опять молиться о путешествующей Никите. Он сегодня уезжает опять на 45 суток. Очередная вахта. Вот. И... 45 суток. 45 суток. На 45 суток уезжает. Очередная вахта. Я... Приезжал он на 2 недели. Даже меньше. Убери. Шмуку, шмуку. Я уезжаю в следующую субботу. Так что молитесь о мне тоже. Езжу вначале в Санкт-Петербург на неделю. Потом 3 недели в Москве. Поездка такая. Туда самолетом. Потом поездом в Москву. И из Москвы уже опять самолетом. Собирается еще в Воронеж съездить к брату Сергию. Еще, правда, с ним не связывался. Примет он меня, не примет. Но... Собираюсь к нему поехать. Так что молитесь, чтобы Господь собрел у меня пути от всех опасностей. И чтобы расположил Господь тех, кто будет нам преподавать. Чтобы не было так, как у меня была... Прошлую поездку в Санкт-Петербург. Это было мучение сплошное. Там тоже было 3 недели. Но это... Отношение было просто ужасное. Чтобы расположение было именно так, чтобы можно было открыть уши и слушать. И воспринимать. А не постоянно иметь такие нарекания и увещевания. Что-то не такое и такое-сякое. То есть, когда вот такое отношение, оно всегда плохо воспринимается все. Ну и чтобы Господь устроил там жильем. Пока еще жильем я в Питере вроде устроился, а вот в Москве еще пока не устроился. Так что прошу молиться. Спасибо Господи за Ваше святые молитвы заранее. Да, да. Ну, я хотел немного сказать о том, что мы прочитали. Читали это долго очень. Ну, коротко. Ну, сейчас спроси, конечно, все скажут. Ну, мы поняли. Я хотел еще немного добавить. Апостол Павел говорит, что Ветхий Завет был где-то водителем ко Христу. Ну, чтобы немножко как попонятнее вам было. Потому что читаешь, читаешь и думаешь потом, баптисты-то правы. Ну, и там другие. Зачем он Ветхий Завет нужен-то? Ясно? Там прямо написано пропащее дело, кто живет с Ветхим Заветом. И апостол Павел не так говорит. Он говорит, Ветхий Завет был где-то водителем ко Христу. И задается теперь вопрос. А мы все, ну, мы все рожденные свыше. То есть мы уже со Христом, с Духом Святым. А мы все проходили это или нет? То есть Ветхий Завет нас подвел ко Христу? Или мы сразу проскочили, как у нас сейчас принято? А я с бабушкой ходила в православную церковь. И зачем вообще мне Ветхий Завет этой душе? Я сразу иконы видел православные. Душа видела иконы православные. И все православные. И батюшки стояли православные. И Новый Завет там с Хангоном вещали. Все. Зачем Ветхий-то не нужен? А дальше говорится в последней книге Откровения. Еданы были, говорит, этой жене два крыла большого орла. Для чего? Чтобы она смогла спасти младенца и спасти дракона, вырвать его. Дракон – это сатана, древний змей. Это смерть. Те, которые хотели умертвить Христа. Младенец Христос был спасен. Мы смотрим по историческим канонам нашим. И как он был спасен? Ветхим и Новым Заветом. Едва динария дал гостиничнику Христос. Этот самый Саверянин добрый. Почему? Потому что без Ветхого Завета нельзя подойти к Новому Завету никак. Как бы так? Ну, я так думал, как бы проще сказать. Ну, так надумал кое-что. Ну, Господь говорит про это. Сделайте, говорит, ваши каменные сердца плотинными. Вот кому это непонятно, ну как? Благоухание должно быть не на смерть, а на жизнь. То есть, если вы стоите с этим рядом с человеком, и разговариваете, ну, допустим, беседуете с ним, с этим человеком, и вы чувствуете, что от него исходит благоухание на жизнь. Кто это прошел из вас? Кто? Ну, хотя бы один-два руку поднимите, чтобы я знал. Вы понимаете, о чем я говорю? Что этот человек говорит жизненные слова и благоухание на смерть. И то же самое камень. Ну, кто в горах был, занимался, ну, ходил немножко в скалы. И когда вы попадаете в такое отчаянное положение, когда там снег начинается или буря, и вот она скала. Эта скала вам никогда не поможет, запомните. Она уже скользкая становится, все, ты не зацепишься, ничего. Попытаешься укрыться, начинает туда завихрять, наоборот, снег этот залетает. И ты чувствуешь ужас положения. Это скала. Это камень. Ветхий завет был на камне. На твердом камне, чтобы показать иудеям. Если ты не исполнишь, тебе этот камень прихлопнет только, больше ничего. А Господь говорит, вы вот это каменное сделаете теплым и живым. Как это можно сделать? Это может сделать только Христос. Из скалы, чтоб потекла вода жизни. Попробуйте это сотворить. Только если вы пройдете весь путь. И будете просить и умолять Христа об этом. И причем всегда, как говорилось в сегодняшней проповеди о том самом человеке, который просил. Просите и дано будет вам. Стучите и отворят. И отворит Христос. Не делайте ваши сердца каменными и двери такими с запорами, чтобы не отворить. Помоги, Господи. Спасибо, Христос. Ну, о каменных сердцах. Не окаменели ли наши сердца, когда мы оставляем субботу без службы? Привыкли мы. Смирились с тем, что он нас убедил. Да ничего. Ну, подумаешь. Ну, это же суббота, это же не воскресенье. По колонну два воскресных службы, если ты не посетил. Ты по неуважительной причине отлучаешься. Три вроде. Три? Три. Да, три. Ну, вот. Ну, я ж не пропустил три подряд воскресных. А субботние? Да ну, ладно. Чего субботние? Литургия начинается в субботу, дорогие. Умягчите ваши сердца. Я перед поездкой последний раз еще раз увещеваю вас. Я думаю, что брат Игорь или кто-то будет другой здесь говорить, вести собрание, будут напоминать вам. Хотел еще добавить вот к этому. Особенно к детям. Вот сейчас детей у нас много, я смотрю. Вот сейчас вот прошло очень много по СМИ везде. Вот девочки во Владивостоке убивали животных. Причем не просто убивали, а записывают это все вот на интернет. Выставляют вот в эти, в инстаграмы. Потом там набирают лайки эти. Лайки это отклики положительные. Вы представляете? То есть они убивали, выставляли и записывали все это. И кто-то просматривал и положительно еще откликался что-то. И дальше передавали друг другу все это. То есть воспитание детей совершенно все позабыто. Как можно было так воспитать? И самое страшное, что во все это вовлекают других людей. И мы тоже, конечно, попадаем. И там такие отклики о них, как когда-то о врагах народа. Убить, да вам самим глаза повытыкать, как они там щенку глаза вытянули. Потом убили его. Наленький хороший такой щенок вообще, да. Страшно это. Ну, то есть надо это все смотреть и детям рассказывать. Нашим. Они должны любить все живое. Потому что Господь как сотворил все прекрасно. Мы видим. Вот как раз про это и говорится здесь тоже. В этих словах галатам апостола Павла. Жизнь надо любить. Будем любить жизнь. Слова Христовы для нас будут просто лучшей пищей. Потому что не хлебом единым жив человек, а каждым словом исходящим из уст Божий. Да вот тут слова Господни слащими водами. Еще у кого есть слово? Николаевна. Разрешите мне свидетельствовать о Господе. Я набралась такой смелости и на одном из собраний попросила эту книжечку для исследования. Вопрос очень важный. Покажите, назовите книжечку. Это карманное Евангелие от Иоанна. Вопрос очень важный. Кто печатает, для кого печатает и для какой цели? Мы должны это все рассмотреть со стороны четырех вопросов. Что об этом говорится в Слове Божьем, которое мы в церкви читаем? Что говорится здесь? А может быть есть разночтение? Нет. Для вечного или для земного? Для вечного это надо. Чтобы Евангелие соответствовало, потому что оно будет нас судить. И это ангел, в откровении написано, держит вечное Евангелие. Кроме этого, что это будет? На соблазни православным или другим людям, которые еще вообще не знают Евангелие. Они в церковь придут, услышат другое. Извините. А нам нельзя будет уже тогда сказать. Господи, ты извини нас. Мы взяли, вот распространяли. Простите, если много говорю. И что это будет по совести? Я пришла от еретиков. Первый раз я покаялась у бактистов на их собрании. Вышла и говорит, да, я грешница. Я, Господи, грешница. И верю, что только ты мне поможешь спасти душу. Я великая грешница. На тайные исповеди все говорим, чтобы спасти душу. А здесь, как признаться? Да я скажу, да я ворую. Я ворую время у людей. Я ворую пространство у людей. Если нет у меня места, я кому-то поставлю свое. Кому-то опять оставлю. Где-то еще я притулюсь. Кроме этого, я еще и брала вещи. Я об этом покаялась. Я брала книги. Даже у бактистов пришла, попросила сначала песенник. Так уж он мне понравился. Мне дали. А там рядом Библия стояла. Я думаю, сравню то и другое. Я без спроса взяла эту Библию. И на следующем собрании приношу, ставлю ее тихо. А когда я стала вот сейчас-то разбирать, да я же святататец. Придется еще и в этом покаяться. Я перед ними покаялась. Впереди дни. Простите, если вас соблазняю своим таким вот прошлым, настоящим. А может быть даже в будущем что-то опять я польчусь на что-то. Помолитесь обо мне, грешницы, чтобы Господь мне помог избавиться от этого всего. Это наказание на мытарство. Так потащу, что извините, скажет Господь, нет извинения тебе. Об этом говорится еще 6 глава о Иуде. Он был вор. А тут написано немножко по-другому. Он был вором и брал из ящика, что туда ложили. Там по-другому в толковании даже написано, что он был вор. Но Господь это прикровенно открывает, чтобы ему не было потом извинения в том, что с ним произошло. Он так по любостяжанию польстился на 30 сребренников и предал своего учителя. Чем? Целованием. И погиб сам. Душа его погибла. Возьмем последнее место Писания, которое нам свидетельствует о страдании Господа на кресте. 19 глава Евангелия Атеана. В этом месте 34 стих, он не соответствует с этим словом. И я попрошу брата Игоря вот здесь вот прочитать толкование его 34 стиха. Я только зачитаю, что написано в этой книге, а вы, пожалуйста, по толкованию прочитайте. Смотрите теперь, что там говорится. Какая цель была поставлена? 19 глава? С 35-го там? Или раньше? С какого она? С 34-й я буду читать. Но там-то раньше написано еще. Но пришедший к Иисусу. Но так как тогда была пятница, то идея, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была днем великим, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но подойдя к Иисусу и увидев, что он уже мертв, не перебили у него голени. Но один из воинов, 34-й стих, копьем пронзил ему бок, и тотчас из стекла кровь и вода. И видевшись, засвидетельствовал истинно свидетельство его. И он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Пронзил? Бок. Не бок. Другой. Ребра. Ребра. И про ребра будет говориться в толковании, затем это говорится еще и в бытие. А откуда Ева тут произошла? Когда мы будем толкование читать, мы тут и поймем. А тут? Не то. Уже не то. 22 стих 2 главы Библии. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. Здесь говорится Бог. Дальше, когда Фома пришел и сказал, не поверю, пока не вложу перстов в свои... Ребра. 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 Здесь опять же повторяется Бог. Будем ли мы теперь распространять это? Конечно. Обязательно. Мы, может быть, и будем распространять. Не все страшно. Для нас, когда мы по толкованию берем, вот это. Много... Все выброшено то, что все до Коли и другие слова, все это переставлено. Граница вместо Европы. Потом, значит... Еще ряд таких... Ну, понятно, одно и то же. Ну, когда будем в церкви читать, там Бог, тут ребра. Простите, но я вот поисследовала, а дальше уже решая не я. Решает община и принимает решение. Теперь ищу одно место. Козлок написал такое стихотворение. Аз Богы ведаю глагол добра. Пять знаков с звоном серебра. За ними есть жизнь земли. Три знака в златом корабле. И напоследок знак фита. Кругленький и вот так. Змея без жалых хвоста. Итак, сей малый миг. Секрет я азбуки по стиху. И еще. Еще задержу. Очень важное дело, так как в Библии нам путеводитель. Задержу я ваше внимание еще на том, а какая же это была возможность и сколько лет существует эта Бибель. На свете книг не перечесть. О нашей жизни, нашем быте. Ну, лишь в одном благая весть звучит к несчастным и забытым. В той книге все, что нужно нам, чтобы быть душей всегда согретой. Она дорогу к небесам нам освещает ярким светом. Та книга – компас на пути. Та книга – наш путеводитель, чтобы могли мы перейти с земли в небесную обитель. Она зовет на путь святой, где благодать рекою льется. Какое имя книги той? Та книга – громко. Библия зовется. Слава тебе, Господи! Написал Николай Водневский. Так и называется – путеводитель. И немножечко зачитаю, задержу ваше внимание. О этом важном деле, который вот здесь вот мы сейчас разбирали. Может быть, это было по-другому, и другое было слово это. Потом его перевели и дали текст. Такой. Но Хелин Кэбби организовала детский клуб, который назвала она «Лигой кармановой лангере». Постепенно же к ним присоединились и взрослые. Слово «лига» обозначает от французского слова связывать и латинское. И поэтому возникло это движение. В 1893 году родители этой девочки имели шесть детей. Три брата и три сестры. Семья жила в Англии. У них была богатая семья. Они были владителями шоколадной фабрики. Родители часто приглашали к себе гостей с детьми. И все охотно принимали к ним приглашения. Для чего? Они отправлялись в близлежащий лес во время походов. Покушали, а потом слушали Евангелие после сытных обедов. Лежали на лужайке, и отец рассказывал какую-нибудь историю с Библией. Маленькая Хелин слушала особенно внимательно. Она живо представляла себя участницей всех тех событий, о которых рассказывал отец. А по взрослению стала задумываться над тем, справедливо ли, что ей так хорошо живется. А в это время другие люди страдают. Недалеко от этого города был город Бирминген. И там отец построил дом, приют для того, чтобы в мессионерском доме проводили благовестия со всеми, кто желал бы слышать Слово Божье. Хелин в то время был уже почти 13 лет. И она всегда на этих собраниях внимательно слушала проповеди. Она удивлялась тому, что радостными и счастливыми выглядели певцы, которые пели в хоре. И знала она, что некоторые из них еще вели раньше жизнь нехорошую. Они крали, пили, били своих жен и детей. Однако с тех пор, как они поселились в мессионерском доме, жизнь у них коренным образом изменилась. И они познакомились с Иисусом, и полюбили Его, и поняли, нужно изменить образ своей жизни. И тогда Господь поведет их в Царство Небесное. Она задумалась над вопросом, как это возможно, если человек был таким, и чтобы человек так изменился. И когда однажды на собрании она с отцом вместе вышла, чтобы попросить в Бога войти в ее сердце, Господа Спасителя Иисуса Христа войти в ее сердце, после этого она стала пользоваться благодатью Духа Святого и носила за собой большую Библию для того, чтобы рассказывать о Боге. При перемене на занятиях в школе она раздавала буклеты, потом к ней присоединились девочки еще, которым она посвидетельствовала о Боге. Основные принципы Лиги – ежедневно читать Слово Божье, жить по Нему. Второе – всегда иметь при себе Слово Божье. И третье – исповедовать Слово Божье, делиться с ними этим Словом с другими людьми. Девочки назвали свой клуб Лигой Карманного Евангелия. К ним начали присоединяться и взрослые. Книга Карманного Евангелия и ее деятельность распространились за пределы Англии. Они узнали в других странах. А что произошло с самой этой девочкой? Она во время одной евангелизации познакомилась с молодым человеком Чарльзом Александром. И они полюбили друг друга и поженились. После этого они проводили по всему свету путешествия с евангелизацией. Путешествия по всему миру и раздавали карманные Евангелия людям. В настоящее время закругляюсь. Бог хочет, чтобы как можно больше людей услышали от Его Богу и Весть. И каждый может делиться своей верой в Иисуса Христа. Это понятно, все ясно. Слава Христу! Во веки слава! У вас все? Иисус Николаевна. Если вас соблазняет, вы исправьте своих этих, которые раздаете ребро одну. Слово Библии конечная инстанция и авторитет Творца. Автор Откровения. Слово Христа вечно, неизменно и оно будет судить каждого человека. На страшном суде после всеобщего воскресения из мертвых. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Иоанна 12, 48. Никому из людей, ангелов, не позволено изменять Библии малейшие черты. Матфея 5, 18. Ибо истинно, говорю вам, доколе не предет небо и земля ни одна йота, ни одна одна черта не предет из закона, пока не исполнится все. И Галатам 1 глава 8, 9 стих. Мы, если бы даже мы, апостолы или ангел с неба, стал боговествовать вам не то, что мы боговествовали, вам да будет анахима. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто боговествует вам то, что вы приняли, да будет анахима. Поэтому вот с этим вот надо рассматривать. О одной букве, слоге высказана уже глубокая мысль. Желающие получить плоды от того, что прочитывается в Святом Писании, не должны оставлять без внимания ни одного слова. Сегодня я обратила внимание на слово «ребра» и «бог». Поэтому заповедано нам постоянно изучать Писание, что многое с первого взгляда, показывающееся простым, заключает в себе глубокий смысл. Итак, Иоанна 5, 39. Исследуйте Писание. Ибо через них вы надеетесь иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют обо мне. Еще там есть такое место. Душа вытворит плоть, не приносит никакой пользы. Неверующим тоже сказала, что я неверующий. Это и оказался неверующий ученик Христа, который тоже был избран. Благодарю за... Спаси Христос, Любовь Николаевна, за напоминание о том, что мы должны трепетно относиться к Слову Божию. Если я что сказала на сабланкам, простите меня. Ну все, это все. А как сказать ответить? Слава тебе, Господи. Еще у кого есть Слово? Почему? Игнатий Иванович, Вам Слово. Очень, очень. Ну, по-моему, время уже вышло. Ну немножко, прокомментируйте Да еще только 36 минут На будущее имейте ввиду, здесь не брошюры считать собираемся А нам узнать, какие нужды, события, о чем молиться Это так много говорить, когда долго молчит человек И потом уже раздавливает его желание высказать все Вот перед этим прочитали, толкование нам достаточно Нужно что-то считать, останьтесь на занятии Потому что люди некоторые уже поднимаются и уходят События, о чем нужно молиться У нас, я вот вижу, три события за неделю были Главные, которые легко доказать, Никита вернулся в город Вот он Он уже у брата Игоря работает здесь Второе В прошлый раз был здесь у нас Роман Малыш Большая машина стояла Доехал по Теряевку Первый раз у нас человек, желающий поселиться, с таким грузом приезжает 23 тонны, кажется, грузом И он приехал на следующий день Вот что интересно Спрашивал, а где мне поселиться Начать строиться У любого поселения четыре стороны есть Если на ту сторону, там яма селосная, дальше там негде А именно по сторонам У улицы две стороны А нынче на Крещение один такой квадрокоптер какой-то Маленький как сам вертолетчик поднимается И оттуда он его уводит и смотрит, где он летит И он сфотографировал всю окрестность по Теряевке И мы включили это и показываем, вот где Но он сделал не так Он приехал и пошел сам Туда далеко электричество не проведешь К Крышковскому пруду С этой стороны Высоковато, деревьев нету А он в сад хочет посадить И он остановился там, где у нас гостиница Самана, вот Якон Следующая сюда от батюшки Самана и наш домик А тут тополя идут, там Бунеевы жили А потом там, где вот Она сейчас ушла, Новикова Татьяна Дом, который перекупала там это Малютина там была, там где Муха строил Саша И там это тополя огромное И он что? Уберу тополя Там вообще лес Уберу Все выкорщу И здесь у меня будет сад И сразу же приступил валить деревья Зимой Я такого не слыхал и не видал Но пока небольшие деревья А другие там помогут А некоторые наемные На провода А в чем беда-то вся Если вот такие люди будут приезжать И сразу вступать в дело Может быть как-то по-другому будет А у нас так, каждый построился Ну и дальше дело не идет Вот события Два события Третья, может быть нас оно и пока не касается В Америке прошли выборы Новый президент На первом месте Никита На втором Романа На третьем уже Америка Дональд Трамп Трамп Ну что Трамп Как запомнить? Трамплин Слово Линта можно и не брать А Трамп Как новый Трамплин Действительно может быть В политике будет где-то Считают, что это Выдвиженец не каких-то там Кругов А выдвиженец Путина Благодаря его протекции Его избрали В интернете прям все пишут Вот Наконец-то Сведения Почти Наконец-то в Америке Хоть один президент Будет православный Православный Я сразу полез в интернет Посмотрел Нет Он Пресвете Рианец Это все равно Что баптист Ничем не отличается Главное, что Нету связи С апостольской церковью Нету ни одного Епископа Никогда не было А Хилари Клинтон За который там же Голосовали Жена Клинтона А та Методистка Ничем не отличается Посмотрел Ну разные партии Демократическая Консервативная Это одно и то же Республиканская Ничем не значит Нам дано Право молиться Вот хотел сказать Политическая система Как выбирай сама Я никогда не голосовал И мое На суде Божьем Ни одной бумажки Моей там в урне не будет И название Какое урна Ну посмотрите Что означает урна Означает плевательница Урна В которой окурки бросают Урна на улице стоит Урна Это когда человек Сожженный Привозят в урне Отдают домой пепел Три значения Ну сами подумайте Что это означает Идут туда От ничего не зависит Его уже все избрали Подгонят голоса Немножко там Он будет Все до одного масоны У которых главная задача Воцарить антихриста Ну ты то маленько Опомнись Куда ты лезешь Ему сказано Сегодня он согласен Надо там бомбить кого-то Завтра он будет тебя бомбить Ему там Он марионетка Но нам дано Право молиться А как избирать Народ плененый Везде в грехах И Бог Сжигает Огонь Который никогда не гасит Вспомните избрание Моисея Куску пена горит И не сгорает Никто его не знает Ни речистый Не может Моисея если выставить Сейчас по телевидению Выступать И два слова не свяжет Зайи-ка И-и-и А у тебя брат Он отказывается Он говорит У тебя брат Речиста А он будет говорить А как кому власть передать А кто ближе всего был Моисей говорил Второзаконие Читаем 4 глава 6 стих 2-4 Не добавь Не убавь Слово Божие То есть на первом месте Святое Слово Божие Кого он вставит Иисуса на вина Который ни на шаг От него не отходил Все время помогал Был в числе тех Которые осматривали землю И пишет 1-8 Иисуса на вина Да не отходит Книга сия От уст твоих Но поучайся в ней День и ночь Дабы в точности Исполнить все Он несет Самое главное Слово Божие Кто из правителей Несет Слово Божие Что за избрание Ну избрание какое Конечно Более правильное Не просто Переворот был Вот Ленин убил царя И сам залез Маразматик Как раз Сифилитик По другому Его не называют А чего он болел У него Сифилис мозга был Но Гитлер Пришел другим путем Путем медленного Голосования Сталин пришел По наследию От партии Одинаково Все из одного мешка Служители дьявола Все до одного Одинаково Тот развязал Мировую войну Здесь тоже А царь как У русских как А вот так Саула Бог избирает Он нарушает Слово Божие Бог сразу обрезает Корень Все больше его не будет Бог избирает Нового выдвинул Тот который За Слово Божие Буквально трясется Кто Давид Давид По мусульманску Двайт Вот он откуда Вайт из Занхауэрта Пришел Вот откуда эти имена Там все идут Книга Псалтырь Самая считаемая В мире книга Не Евангелие Псалтырь Где самый главный Псалом 50 И от него идет Родословная До Христа Назначение Родословной Привезти ко Христу Дальше ее нет Она не нужна Родословную Будут выстраивать Другие Положные ветви Искребленные И взойдут К Данову колено И воцарят Из колена Иудина придет Яков Умирающий Говорит А Адане Говорит Дан будет Змеем на дороге Змей-дракон Вот он воцарится Значит Событие Для нас как бы Маловажное Но Звать его Дональд Ну обычно Если Вот был Джон Кеннеди Джон это Иван По-русски Джимми Картер Там Джеймс Называют Яков А Дональд Я сколько не смотрел Не мог найти Ну надо запоминать Молиться за него Чтобы Бог его вразумил Дал ему страх Чтобы на него Не было покушения Мы все время молимся Потому что За правителями охотятся Кто голосовал за Трампа Там прям в городе Вылавливают и бьют Показанным в интернете За то что голосовал за него Они хотели Эту женщину посадить На этом все Дональд Включите себе его в списки Вместо барака Второе Вчера ко мне Заходит Или даже Повчера Один человек И говорит Пишет Вы Принимаете Потерявку Мусульман Это касается нас Мусульман Принимаете Я ему отвечаю Мусульман Которые стали Настоящими Христианами Привели к крещению И тогда На общем собрании Будем решать И дальше Ему выставил Места писания Где говорится Верующий в Сына Божия Имеет жизнь вечную Евангелие Теана 3.36 Неверующий Не увидит жизни Нет другого имени Под небом Деяние 4.12 Я ничего больше не сказал Как он разразился На меня Вы ненавидите Я вижу мусульманство И начал тогда Из закона С вами выбирать И показывать То есть Всем вам одна участь будет Я ненавижу А он любит Вот я скажу В мусульманстве Самое главное Они сказали Это как было в начале Христос Иисус Иса Марьям Это Мария Христос придет Второй раз На землю Дальше он не идет Но Уже в 4 веке Христиане Монахи Переписывали И Исказили Все перевернули По своему Умышленно С ними разговариваете И когда вы скажите Вот узнать Допустим Ну мне дали План строить дом А потом приходит Ну где там БТИ Или кто там И говорит У тебя нарушен план Поэтому не действительно Это Но Они сравнивают С чем будет С тем Который мне дали Что я его перекроил Сделал шире Выдвинулся на асфальт Или что-то другое А они говорят Изменили А с чем вы сравнили То Оригинала то нигде нет Никто не знает Как вы узнали то Но у нас есть отрывки С 1 века Игнать Богоносец Что пишет Самый ранний отрывок Который сохранился К 136 году Относится Часть нового завета А сенатский манускрипт С 4 века Уже Ну Константин Тишиндорф Нашел И подарил Русскому правительству С чего Перевод Всего нового завета Если мусульмане говорят Вы не спорьте ничего Только спросите Если исказили То А относительно Чего вы узнали то А ничего и нет Как это узнать Понятия и другие Ну хоть Что Ничего не знает И нет Все поверили 2 миллиарда в это верят Что Христос Не участвовал То что здесь есть Что он умер Он не умер Так это не просто Ошибка Это Совсем другая позиция Умер или не умер Если он не умер Мы во грехах еще Я вас Подталкиваю к тому Что с мусульманами Спорить не надо Два вопроса ставьте Относительно Чего вы узнали Что у нас Монахи испортили То что Христос говорил Где оригинал-то А его нигде и нет Он оригинал здесь Первые Которые Или не Илионские Ну по порядку Все Были святые отцы Они Ссылались на Евангелие Когда Теперь мы С сенатским Манускриптом Сравним Мы видим Что действительно Так и было Вот сегодня Слышали о бесноватом А Господь ему Говорит Иди И расскажи Что тебе Бог сотворил И он куда пошел Дальше ты Слушайте И он пошел Благовествуя Не по городу А по всему городу Не по улице Которая вела К его дому Вот сегодня Скажешь Идите на благовестие Говорите Всюду Меня Бог на это не ставил Да я еще мало знаю Год прошел Мало знает Сколько бесноватый Узнал Ну самое большее Ну сейчас Может быть Со Христом Он и был Все Готовый проповедник Иди Ты говори о том Что тебе сотворил Господь Он не сказал Господь ему Говори там Дух Святой Исходит от отца Или сына Говори о том Что ты знаешь Дальше ты узнаешь Больше Может быть Ученики Пошлют послание Какое-то тебе Будешь говорить дальше Чтобы говорить О Христе Достаточно Одного часа Вы себе Для себя возьмите У нас есть Некоторые еще Библию не прочитали Я спрашиваю Говорю Я еще не прочитала Но у нас Написано аудио На пленке Все имели Вот У нас Анна Кузьминишина Она Заказала пленки Отдельно Для нее записали У кого есть Эти катушечные Или кассетные Библия Ну понятно Видите сколько И люди слушают Нам нельзя говорить Что мы не могли знать Идут занятия Оставляйте Оставайтесь на занятии Как узнать Царь этот От Бога Или не от Бога Есть два греха По которым Назнается сатана Два Два греха Запомните Если это и грехи Есть Это от сатаны Это Евангелие от Яна Восьмая глава Сорвачетвертый стих Дьявол Кто есть Человек-убийца И лжец Отец Лжи Лжи Все Где на лжи Построено От дьявола Вот обещали Что Землю Крестьянам В том колхозе Отобрали Их в ГУЛАГ Это лжец Вилл Владимир Ильич Ленин Вилл Веремии написано Будет вилл В Вавилоне Это лжец Где убийство Несогласник Никого не уговаривали Даже Пять лет назад Десять лет назад Там За Троцкого Голосовал Уже не прощалось Никогда Значит Ложь И убийство Вот два греха В которых Запуталось Все Вы думаете Напрасно Это романовскую Линию Господь прервал Почему Два греха Говорили Что можно без Библии Обойтись То другое Ну а дальше Давайте войну развяжем Войну-то развязала Не Германия А Россия Первой мировой И все сгорело Две империи Сразу рухнуло И русская И немецкая И хотел немножко Сказать о крестике Крестик должен быть Ровно вот такой Где вот у нас Смотрите какой крест Посмотрите Везде на храмах Вот поедете Мимо Никольский Посмотрите На конце Обязательно Какие-то шишечки На обороты делают Не было Это на кресте Ну нормально Это можно сделать Если ты сам Или бывает так Крест там шире А где соединяется Четырехконечный Уже Это масонский знак Никакого отношения К кресту и не имеет Совсем Ну можно научиться Понять Что крест ровный Вот крест Больше ничего не надо Ну он бывает Шестиконечный Восьми Но он должен быть крест Вы подойдите На Покровском соборе Посмотрите Что там накручено Вот это Поперечина идет А у поперечины Еще вот так По поперечины большой А на тех поперечинах Еще Я посчитал Вот этих концов Не восьмиконечный крест А восемнадцатиконечный Я говорю А восемнадцатиконечный Священнику говорю Это трижды шесть Восемнадцать Три шестерки Зачем вы Зачем вы это делаете Вот самое маленькое Что-то у нас есть И нужно пристально Посмотреть Во свете Библии Как это было И хотелось сказать Об одном маленьком деле Совсем Сон У нас в лагере Днем не разрешается спать Когда лагерь был Но в субботу Специально После обеда Чтобы ложились спать Чтобы на службе Не дремать Готовитесь к службе В этот день Постарайтесь отдохнуть Шофера скажут Что Если Он уставший Ну может Щелкать Там семечки Там проще Но самое лучшее средство Это свернуть в сторонку И Отдохнуть там Часа два Поспать Правильно? Нет? Иначе можно Глаза даже открыты быть Вот так вот И ты ничего не будешь видеть У меня все Спасибо Христос Еще у кого есть? Ну как всегда То есть напитие Занятие Трапеза Занятие Достойная Святого Истинного Млажите Тя Богородицу Присноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И славнейшую Без сравнения Серафим Безестрения Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От нашественных Племенников От внутренних Расприй От беззакония Которое втайне Останови Делающих Зло Просвети Правителей Страны Нашей Чтобы Принимали Мудрые Законы И всех Начальствующих Так же Просвети И защити Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Чтобы Божественную Любовь Твою Коснулась Из каждого Семикратно В день Проставлять Тебя За суды Правды Твоей Тебе Хвала Слава Чести Поклонения Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Володя Володя Что за Покет Сегодня Отвезти Вас